Всем привет, друзья! Продолжаем играть в модификацию ДТР. Мы уже на ЧАЭС, находимся тут под обстрелом Монолита. Только непонятно, откуда по мне палят. Ну ладно, не будем разбираться, мы в принципе не так далеки от саркофага, поэтому выпиваем энергетик и осталось нам совсем немного. До перехода. Но, скорее всего, тут мы так просто не пройдем. Да, вот вижу, сидят ребята, но сейчас мы попробуем их убрать. Надо поближе подойти. Надо подойти поближе, но это в то же время и более опасно. Так, сейчас спрячемся вот здесь вот. Ага, они подумали, что я все еще там. Я уже здесь? Ой-ой-ой, эти думают, что я там. А я уже тут. Да, такая вот многоходовочка. Многоходовочка. Спокойно. Есть. Все, можно валить. Те, что за спиной, еще далеко, поэтому мы можем успеть, главное вот этого, снять, чтобы он нам не мешал. И все. И можем бежать. Тут еще, может, кто-то будет. Так, ничего интересного. Нет, здесь, похоже, уже никого. Да, можем тогда переходить. Спускаемся в саркофаг. Итак, я уже возле Монолита. Можно загадать желание. Вообще, любой из шести. Только один. Провалили кучу заданий. Но зато загадали желание. И что, ничего больше не будет? Нет. Интересно. Ха, и мы продолжаем играть. Что, наше желание исполнилось? Сейчас все будут к нам друзьями? Или как? Так, так, так. Ну-ка, сейчас сходим к тем ребятам. Монолитовцам, которые там внизу остались. Может, с ними поговорить можно будет на этот раз? Вот это поворот. Так, ну, поговорить с ними по-прежнему нельзя. Но они, по мне, не стреляют. Ну, по крайней мере, этот. Хм. Интересно, а если бы я загадал быть богатым там или бессмертие? Это желание бы исполнилось? Давайте ради интереса проверим. Итак, мы снова рядом с Монолитом. Ну-ка. Давайте проверим, допустим, все богатства зоны. Так, игра зависла, подвисла. Что, неужели нам сейчас там заспавнили? В рюкзаке кучу... Ё-моё! Стволы, костюмы и вообще, по-моему, все предметы, которые только присутствуют в игре, у нас сейчас появились в рюкзаке. Артефакты все разложены по контейнерам. Но... Некоторые... Точнее, не некоторые, а все артефакты, которые присутствуют в игре, в одном экземпляре, также у нас и просто валяются в рюкзаке. Из-за чего мы и погибаем. Да. Все богатства зоны нам не унести. Ну, а что там насчет других желаний? Так, ну, давай... Насчет бессмертия. Потом проверим там и... Все остальное. Так, бессмертие. Мы сейчас куда-то перемещаемся. Так, и мы оказываемся на болоте. В одной из могил. Ну и что, мне теперь все равно? Пофиг на этих кровососов. Ну давайте еще раз. Да вообще, начихать просто. Невероятно. Просто какое-то перерождение. Ну, теперь с таким бессмертием можно выдвигаться снова на ЧАЭС и дальше проходить в бункер управления монолитом. Но я не думаю, что стоит проделывать такой путь только ради бессмертия. Давайте сейчас загрузимся и посмотрим оставшиеся желания. Так, ну, на этот раз давайте попросим, чтобы зона исчезла. А в этом случае игра вылетает с логом «Желание исполнено». Хм. Вот это прикольно реализовано. Так, люди злые мелочные с профита. И что сейчас? Ну так пока что сказать нельзя. Отношения. Кстати, когда мир во всем мире, надо было проверить отношения. Я вот про это забыл. Ну, мы, я думаю, это желание возьмем еще. Ну, тут можно только догадываться, что сейчас произошло. По факту, наверное, надо просто идти и проверять, там, у торговцев или еще у кого. Может, как-то поменялась политика. Или еще что. Так, короче, не скажешь. Ну что же, мы проверили все пять желаний. Осталось ничего не желать. Но это просто мы выходим из этого диалога с «Монолитом». Ну, давайте мир во всем мире. Проваливаем все задания. Проверим отношения. Но все равно есть враги. Есть враги. Ну ладно. Остаются у нас квесты по основной сюжетной линии. Сейчас нам нужно отправляться в бункер управления «Монолитом». Я надеюсь, что все уже, может быть, просто здесь в отношениях у нас еще не поменялась картина. Но так нас уже не будут враждебно встречать. И мы сейчас просто пройдем и выполним все свои дела. Но сейчас пойдем проверим. Итак, вот уже лестница наверх. Здесь у нас из «Монолитовцев» никого не оказалось. И вот она дверь. Открываем ее. Не знаю, мы ее сейчас воспользовались дешифратором или нет. Или эта дверь сама по себе была открыта. Ну ладно, в любом случае, мы переходим в бункер управления «Монолитом». Ну и что это? «Мир во всем мире» называется? Я уже слышу выстрелы. Но все же, может, еще есть шанс. Привет. По-моему, в саркофаге... Итак, без этого желания «Монолитовцы» на меня реагировали. Ну ладно. А, кто-то все же устреляет. Ну ладно, черт с ними. Бежим дальше. Документы, скорее всего, которые нам необходимо здесь найти, находятся в самом конце этой лаборатории. Так что идем вперед. Идем вперед. Правда, выносливость у нас вообще слабая. Давайте этот эпинефрин используем хоть под конец игры. Так, тут, похоже, они своих постреляли почему-то. Ладно. Ну и мы уже подходим к концу лаборатории. Так, ребята. Так, ребята. Спокойно. А, это я думал, ПНВ включил. Это просто тут у нас с головой, похоже, проблема. Нет, все же они стреляют. Все же стреляют. Ну ладно. Так, тогда используем аптечку. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И... Будем искать докум... Что такое? А что случилось? Итак, на этот раз я не стал с ними церемониться. А сразу всех положил. Ну и вот в этом месте мы находим нужные документы. Но, учитывая то, что на данном этапе игры у нас также должны быть уже документы из лаборатории Х8 и путепровода Припять-1. Но, к сожалению, на эти локации я не могу попасть из-за вылета, связанного с Амбиентом. И в данном паще самостоятельно эту проблему решить я не могу. А при установке новой версии необходимо начинать новую игру. Я решил все же заспавнить два предыдущих документа, которые мы должны были найти в путепроводе Припять-1 и в лаборатории Х8. К сожалению, придется сейчас чесерить, ибо если мы просто поднимем данные документы без тех двух, то ничего особо не произойдет. Но если мы заспавним себе две эти квестовые вещи. Лаборатория Х8 документы и документы с путепровода. Выполняются у нас эти два квеста. Вот лабораторный журнал, судя по всему, из лаборатории Х8. Пожелчевшие от времени страницы содержат подробное описание эксперимента оценки влияния всеполе на объект в другом полушарии. Группа ученых в Карибском море получила сигнал, но он был искажен. Сигнал был изменен странным образом. Как если бы был исправлен хемтосознательно. Возможное объяснение состоит в том, что теория ноосферы верна, и изменения были сделаны ноосферой. Ну и так же мы получаем вроде бы как... Вот, вот эти. Документы распоряжения о переводе. Документы о передаче всех материалов исследовательской группы в другую лабораторию далеко на севере для исследования вопроса влияния на ноосферу. Примечания написаны от руки. Для входа в лабораторию использовать дату аварии в качестве кода. На этом нам сообщают о некой лаборатории еще на севере, которая находится, как мы скоро узнаем, на генераторах. Сейчас у нас имеется последнее задание, это исследовать ЧС в поисках информации. Вот эти документы с ЧС, мы их поднимаем. И появляются у нас еще два квеста. Сперва посмотрим в эти документы. Тут сказано, что документы описывают механизм управления основные технические характеристики экспериментального электромагнитного устройства. Записка внутри документов гласит, документы должны быть возвращены в центральную лабораторию Х8, я буду занят, поэтому доставьте их самостоятельно. Лебедев пишет. Но в Х8 мы попасть не можем. Тем не менее, мы как будто бы уже документы из Х8 получили. И после нахождения всех документов из всех лабораторий, появляется вот два квеста. Во-первых, бетонная гробница. Нужно найти главную базу монолита, упоминаемую в документах, и разыскать то, что они пытаются скрыть. Где-то здесь на ЧС-2, судя по всему. Либо, возможно, в саркофаге. Но точно непонятно. Ну и вот, что касаемо той лаборатории на севере. Найти упоминаемую в документах секретную лабораторию и разведать, что в ней скрывается. Нам необходимо. Лаборатория находится на генераторах. Код мы уже знаем. Так, ну сперва нужно разобраться с этой базой монолита. Судя по карте, где-то... Вообще, честно говоря, непонятно. Давайте сперва перейдем на ЧС-2, а там посмотрим. Если мы на ЧС-2 ничего не найдем, то вернемся обратно в саркофаг. Приход на ЧС-2, по идее, должен быть, как обычно, вот здесь вот. Ни на ЧС-2, ни в саркофаге я ничего не нашел. Но, судя по названию, бетонная гробница, искать эту базу монолита необходимо в саркофаге. Но там ничего нет. Поэтому я решил отправиться через ЧС-2 на генераторы. Ну и вот, как только перешел на эту локацию, понял, что здесь творится та же фигня, что и в Рыжем Лесу. Снова у нас отказала карта в ПДА. Тоже здесь начинает время от времени включаться ПНВ. Но мы все же должны найти вход в эту лабораторию. Итак, вот это место. На удивление, здесь никого я не встретил. Все пустынно, заброшено. Но мы все же добрались. Добрались, хоть и выносливость вообще. Сейчас, секунду. Уносливость вообще никакая. Спускаемся вниз. Но, к сожалению, спуститься вниз не получилось. Снова я ловлю тот же вылет, что и не пропускает нас в лабораторию Х8 и в путепровод. Снова какие-то проблемы с Эмбиентом, хотя он выключен. Пытался я скачивать новый патч, но если грузить сохранение этого патча на новом патче, то происходит вылет. Пытался как-то скрещивать файл и тоже ничего не получилось. В общем, к сожалению, дальше мы пройти не сможем. Ну, мы уже практически все выполнили. Нам тут осталось два задания. Бетонная ванна и путь на север. В принципе, этот сюжет, который мы проходим, тайна зоны, он присутствовал и в Колуф Чернобыль. Я думаю, многие его уже знают. И если вкратце рассказать, то по идее в этой лаборатории после прохождения мы должны были встретиться с представителем осознания. И как в оригинальном Тень Чернобыля, он бы нам рассказал, что такое осознание, чем они занимаются. И в конце предложил либо присоединиться к ним, либо затем мы смогли бы уничтожить осознание. Но если бы мы присоединились, то был бы ролик из оригинального Тень Чернобыля, как стрелок ложится в эту капсулу, засыпает и затем доктор показывает доктора, который говорит, что-то давно не видно стрелка. Либо мы уничтожаем осознание и как бы зона исчезает. И тоже мы видим ролик, как главный герой ходит в зеленой траве, потом в нее ложится. Из оригинала Тень Чернобыля. Вот, в общем-то, и все. Поэтому немного мы теряем, как я считаю. Модификации можно считать пройденной. Сейчас, конечно, тут мы карты не наблюдаем. Не на всех локациях я, тем не менее, побывал, но все же сюжет, можно сказать, почти пройден. Вообще, изначально я планировал записать одну-две серии, но все это растянулось на 15 частей. Поэтому, думаю, что можно на этом завершать. Модификация мне понравилась. Конечно, не хватает здесь сюжета. Но, тем не менее, то, что мы прошли, тоже было довольно интересно. Поэтому сейчас с этим модом мы заканчиваем. Будем ждать уже чего-то нового, сюжетного и интересного. Всем большое спасибо, кто смотрел данное прохождение. Оставляйте свои комментарии, оценки под этим видео. Всем еще раз спасибо. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok